Доброе утро, Раф. В статье написано, что Творец увидел, что праведников немного, и поэтому он избрал праведников ещё до Творения. И кажется, что у праведников этих нет свободы выбора, потому что Творец уже так их сотворил, как праведников. Но написано, что Творец не говорит праведник или грешник. Тут есть противоречия. Нет, Творец не сотворяет человека либо праведником, либо грешником, даёт ему всякие свойства, герой или слабый, мудрец или глупец, богат или бедняк, всякие разные склонности, но не говорит грешникам или праведником. Это мы должны сами выбрать. Ты можешь сказать, но всё-таки ведь есть у нас какие-то начало, какие-то свойства, основы, по которым можно сказать, что к чему человек склоняется, устремляется быть праведником или грешником. Об этом он объясняет нам в статье «Свобода воли», что человек, насколько он держится в правильной группе, что Творец приводит человека, может быть, через всякие группы, всякие состояния, приводит его к хорошему состоянию и говорит ему, возьми себе, если человек берёт, он развивается, а если нет, то упускает эту возможность. И потом будет следующая возможность, может быть, и тогда у него будет ещё одна возможность развиться. Но он, конечно же, должен будет реализовать свою свободу выбора. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова